Будучи вы вице-примарем 4 года, в городе творились хищения на всех муниципальных предприятиях. Доказательство тому, аудиты, которые вырвали миллионные хищения в городе. Вы про это знали или не знали? Хватит уходить от вопроса. Результаты аудитов вместе с вами я заслушивал. И, кстати, по этим результатам никаких действий не было предпринято. Поэтому результаты были сделаны для пиара вашей партии. Но вы враньем занимаетесь. Возбуждены уголовные дела на всех муниципальных предприятиях. На водоканале, на бенерынках, на ЖКХ. О чем вы говорите? Хотите ответить? Я в уголовных делах, еще раз, не замешивая моих помиленей. Да не вы в уголовных делах, а при вашей, когда вы управляли городом. Господин Григорьевич, по-моему, господин ведущий, вы понимаете, давайте или мы будем отвечать на вопросы, а просто уходить от них. Тогда вы будете время у меня забирать, или как? Александр Федорович, судя по вашей биографии, вы чиновник со стажем. Вот следствие вице-примара, из которых последние четыре занимались расхищением города. Есть акты счетной палаты и уголовные дела. Я ничего в вас не обвиняю. Хочу ли задать вопрос. Вы знали? Если не знали, то почему? Не видели, что происходит вокруг вас? А если знали, почему молчали? Сейчас очевидно, что к власти в городе рвется старая команда. Шантажом и угрозами они захватили муниципальный совет. Вероятно, что вернутся к старым делам. В этом случае, как возможный примар, вы снова ничего не заметите или будете снова молчать? И этот вопрос задавал вам вчера, вы ушли от него от ответа. У вас были сутки, просто подумайте нам сегодня ответить. Готов всегда ответить. Никаких уголовных дел на меня не заводилось. Ни на вас, вы не поняли. Моя фамилия ни в каких уголовных делах не фигурирует. Вы уходите опять от ответа. Ваши обвинения, господин Григоришин, абсолютно голословные. Вы уходите от ответа. Вы знали, что происходили эти хищения в муниципальных предприятиях? То же самое в вашей области, на которую вы отвечали. Или вы не знали? Вот мне интересует этот вопрос, чтобы уже бельчане узнали. Вы в курсе были этих хищений или вы не были в курсе этих хищений? Если вы придете к власти, вы также будете молчать, если будете знать про такие хищения? Ни в каких хищениях я не принимал участие. Если вы уходите от ответа, я не считаю себя виновным. Я еще раз повторяю. При вашем управлении последние 4 года доказано аудитом, чтобы было воровство. Есть моя фамилия где-то. Я сказал, при вашем управлении вы знали про это? Скажите, я не знал про это. Я не управлял никакими мошенническими схемами. Да не вы управляли. Ваши подчиненные, которые вам подчинялись, крались деньги в предприятиях. Вы про это знали или не знали? Какие предприятия муниципальные были? Например, я говорю, Водоканал. Что Водоканал? В моем подчинении ЖКХ. Вы выбирали аудиты, там выявили. Четыре года вы управляли городом? Каком муниципальном предприятии были хищены? Во всех. Начинаем объединение рынка, ЖКХ, Водоканал, бассейн наш, больница. Вы про это знали или нет? Вы все учреждения перечислили. Все бандиты и воры. Нет, но вы не стокрасные, что ли? Все бандиты и воры в Бельсаке. До вас и кроме вас все бандиты и воры. Еще раз говорю, до нас есть полностью аудит. Вы с ним ознакомились. Были выявлены хищения. Вы про это знали? Ответьте Бельчанам или не знали? Я ни в каких мошеннических и коррупционных схемах никогда не принимал участие. Обвиняемым я себя не чувствую. Вам еще раз об этом говорю. Поэтому во всех школах тогда у нас была коррупция, собирались деньги, куда-то они заносились, да? Есть конкретные факты? Конечно, есть. Предъявите мне их, пожалуйста. Конечно. Вы были вице-примарем 8 лет. 4 последних года творили схищение. Я в них участвовал? У вас есть факты? При вашем управлении. Ну не надо так огульное голословное. Давайте конкретно возьмем бассейн. Было 800 тысяч, стали сдать 2,5 миллиона. Куда продохладали деньги? Бассейн подчинялся вам или нет? Я не буду вверхать к бассейну. Не одного дня. Что, вопрос? Да, можете задать вопрос одному из ваших оппонентов. Да, у меня вопрос к господину Григорищину. Вот когда вы называете какие-то цифры хищения, я помню, вы назвали цифру, что с водоканала ежегодно похищалось 300 миллионов леев. На сегодняшний день общий суммарный долг этого муниципального предприятия Реджей Апоканал составляет 187 миллионов. В три года вы 300 тысяч находили и возвращали. 300 тысяч умножаем на 3, получается 900 миллионов. Должен был быть доход этого предприятия. На сегодняшний день откуда долги 178 миллионов? Ну, наверное, вы неправильно меня слышали или неправильно понял. Я сказал, что через водоканал, это стиральная машина, которой отмывались деньги разными компаниями на разные виды компьютера, который не получал водоканал. И оттуда есть сегодня уголовные дела, доказанных 60 миллионов хищения и 300 недоказанных, которые сейчас в процессе уголовных дел. И это творилось не сейчас, а творилось это начиная десятилетиями, 10 лет назад. При вас опять же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова